Информационный час на телеканале НТМ продолжает программа «Тревожная кнопка» в студии Анастасии Целигина. Здравствуйте! Житель Мордовии едва не сгорел в собственном доме. Мужчина получил ожоги 50% тела. Инцидент произошел в селе Старые Девичьи Ельниковского района в субботу 24 февраля. Как сообщает пресс-служба МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около 7 часов утра. Горел жилой дом и сарай на улице Крупской. К моменту приезда спасателей строение горело открытым пламенем на площади 76 квадратных метров. В результате пожара пострадал сын хозяина дома. Он получил ожоги тела и дыхательных путей. Что стало причиной пожара устанавливается. Всего за выходные в республике зарегистрировано 6 возгораний. Количество пожаров продолжает пополнять бани. Именно они горят чаще других построек. Причинами пожаров, как правило, становится несоблюдение техники безопасности. МЧС России по республике Мордовия обращается ко всем жителям республики и просит быть внимательнее при обращении с огнем. А в случае обнаружения возгорания сразу же сообщать ОЧС в пожарную охрану. Республиканский сегмент социальных сетей в субботу облетели кадры с места аварии, которая произошла в Отяшевском районе. Фотографиями с места происшествия очевидец поделился в одной из популярных групп ВКонтакте. На автодороге Комсомольский и Отяшево-Ордатов столкнулись три автомобиля. Водитель Hyundai Solaris выехал навстречу, где столкнулся с молоковозом. От удара большегруз опрокинулся прямо на проезжую часть, в результате чего движущаяся по дороге Део-Нексия врезалась в цицерну молоковоза. В ДТП пострадала пассажир Нексии. С различными травмами она была доставлена в больницу, где медики оказали женщине необходимую врачебную помощь. По факту произошедшего ДТП возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится проверка. Мордовия продолжает готовиться к предстоящему мундиалю. По этому случаю спасатели регулярно проводят различные учения. На этот раз действие развернулось в здании санатория Саранский, так как именно в нем будет проживать часть иностранных болельщиков. По тактическому замыслу в подвальном помещении здания произошло возгорание. Цель данного пожарно-тактического учения – отработать эвакуацию обслуживающего персонала, также эвакуацию больных санаторий Саранских, отработать схему тушения на данном объекте, изучить пожарно-тактическую характеристику данного объекта, водоснабжение, энергоснабжение, ну и отработать схему тушения пожаров. В тушении условного пожара были задействованы шесть основных пожарных и два штабных автомобиля, а также 24 человека личного состава чрезвычайного ведомства. По легенде, из зданий было эвакуировано более 60 человек, их разместили в 33-й школе. Сотрудники вневедомственной охраны Республиканской Росгвардии задержали наркомана в юго-западной части столицы Мордовии. Внимание правоохранителей привлек мужчина, который что-то разыскивал возле одной из многоэтажек. Когда он понял, что его заметили стражи порядка, попытался скрыться из виду, но был задержан. В присутствии понятых у мужчины был обнаружен сверток из фольги, внутри которого находился пакетик с веществом белого цвета. Как позже установила экспертиза, неизвестным веществом стало наркотическое средство метилэфедрон, вес которого составил 0,43 грамма. Задержанный пояснил, что приобрел наркотик в сети интернет для личного пользования, но забрав закладку в указанном месте, решил попытать удачу и найти тайники, предназначенные другим клиентом. Мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции. Расследование продолжается. Теперь новости из мест не столь отдаленных. Узнаем вместе с вами, какими были выходные в учреждениях Мордовского Уфсина. В исправительной колонии номер 22 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по республике Мордовия прошли международные соревнования по мини-футболу среди осужденных. За победу в матче соревновались две команды. Это сборная России, в которую помимо россиян были включены представители Украины и Казахстана. И объединенная сборная, в которую вошли представители иностранных государств, таких как Куба, Египет, Кодзивуар, Китай, Перу и Корея. Победителем соревнований стала сборная России. Она обошла соперника на два очка, выиграв со счетом 3-1. Теперь наша постоянная рубрика «Внимание, розыск!», но начнем ее с информации о поисках, которые уже закончились. К счастью, благополучно. Сабину Харибджанову, которую искали с 17 февраля, нашли у знакомых в Чамзинском районе. К ним она ушла после ссоры с отцом. Напомним, с сообщением о пропаже подростков в полицию обратились родственники девочки. В тот же день портреты приметы пропавшей были размещены во всех новостных лентах. Сейчас девочка находится дома. А вот жительница Зубово-Полянского района Мордовии Марии Голова до сих пор не найдена. В январе текущего года девушка вместе с подругой уехала на заработки в Рязанскую область. Однако связь с Марией была утеряна. Местонахождение пропавшей неизвестно по сей день. Вот приметы девушки. Среднего телосложения, рост 165-170 см, волосы черные, до плеч и глаза голубые. На правой стороне живота имеется послеоперационный шрам. Была одета в черную вязаную шапку, черную матерчатую куртку, такого же цвета джинсы, на ногах синие сапоги. Если вам что-либо известно о местонахождении Головой, просьба сообщить по телефону в Зубово-Полянском районе 2-51-02, телефону в Саранске 38-59-31. На сегодня это все. Больше новостей читайте на нашем сайте и в официальной группе ВКонтакте. Благодарю вас за внимание. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин